Тоже, скучные бытовые торговые и хозяйственные дела закончены. Деньги в кармане чуть-чуть есть, остались, хотя это недолго, потому что я просто не брал ни одного урока сейчас на своем, за свой шестнадцатый уровень. Быстрее. Да. Да, очень удачно я вложил паучное очко навыка очередной в торговлю на скидку персонажам противоположного повода, целых 10%. Тут же удалось мне у Адриана прикупить лук ловушки душ, я его, понятное дело, разобрал, лук ни к чему, но теперь разочаровал булаву. На одну секунду там около двухсот зарядов, достаточно. Ну и сварил зелье кузнечки, чуть-чуть урона булаве поздно, хотя не принципиально. Ядов я поднаварил, зелье лечения есть. Также взял с собой скопленные у паригара накопленные два с восемь камней душ. Крохотные, мелкие. Ну что ж, надо зарядить, а еще нам нужна сталь, а для этого нужно много корунда и чуть меньше железа. Дорога приключений. Итак, предлагаю сегодня выставить так, сходить на юг. Первая. Карта сокровища Ревервуда надо? Надо. Ревервуд надо? Там лавара халявные слитки. Остальные железные надо. Если вдруг не удастся подружиться, мало ли, какая причина, что я так и не пошел в начале игры, то у меня не выполнена специальная помощь кузнецу. Те, не знаю, помощь кузне знаменитая, должен подружиться через это, надеюсь. То, что воровать не хочу. Далее. Пакельная шахта, да, причем пойдем вот так. Заберем железо. Потом. Нужны камни-хоронители открыть. Когда буду качать кузнечку алхимию, она очень пригодится. Третье. Вот здесь много корунда. Вот здесь трижилы. Ну, тут тоже ладно. Трижилы тут, трижилы тут. До того, 18 кусков корундовой руды, будущие 18 стальных слитков. Забыл камень-леди активировать. Говорил о нем в первой серии, да забыл. И, я думаю, яды я буду применять в факельной шахте. Вот в факельной шахте, в сосновой заставе. Можно. Также можно сразу прогуляться будет до фолкрыта. То маршрут так, то... Так, так... Так, 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 так... Как-то вот так это будет все выглядеть. Можем еще в наголовном проходе в завершении, возвращаясь, надавать по щам некроманту, от которого мы в первой серии убегали. Если яды паралича, осталось, хоть обид. Ингредиенты тоже надо. Потому что алхимию мне надо бы докачать до 60. Это очень важный уровень для меня. Потому что концентрированную ядбу даст... На яды параличные, что один за другим наносить, это не очень интересно. Вот затяжной урон здоровья будет нам увеличить наш запас ядов вдвое. Это важно. Это существенно сгладить наш дефицит ядов. Нашим инвентаре поможет убивать более серьезных ребят. Хочется уже сунуться, конечно, и по нежити поработать, но отпугаем наш нежити стоит 68 мана. У нас в деле маны нет. Наверное, надо будет полстых наварить. И нет запаса маны. Скачивать ману ради одного единственного заклинания я не буду. Мне запасило и здоровье персонажа куда важнее. Да, на крестных зверх ревервуды еще волки с кровками душами. И это же источник шкур. И растет мород пенелла в больших количествах. И крары булбис попадаются. Последние два ингредиента это то, что нужно на затяжной урон здоровья ядов. То есть прям вот кладезь. Ревервуды окрестностей, нуба локация, нет тяжелым слишком противников. Огромные запасы всего есть. Души начинаем собирать. Около 253 станады, да? Это очень не контакт. Судья не утром, ну ладно. Не будем податровать. Придется и считаться поспить. Так, бандит, разбойник кто? Бандиты даже не будем. Ладно, не будем, не будем уклоняться. Вопрос, что он на другом берегу. Так, первый пошел. Пока берем все. Мород пенелла, да? Так, кто на том берегу, вот за деревом. Вот за тем деревом, обычным точка респа. Я так и правил противник. А где? Я хотел сказать, человек противник, волк. Нам вообще самый толк. Потому что шкура и душа. А почему он избегает действия за... Не знаю, но я две души захватил. Все нормально. А нет, это было там два волка. Из-за скрипта, что ли? Ну ладно. Странно. Заберем. Так, кстати, наступает ночь. Не надо обратить внимание на бабочек этих. Тоже ценный ингредиент будет. Что это, паух, это такое? Все. Вот мород пенелла надо. Ага, второй бандит. А, разбойник не бандит. Ну, он должен справиться. Ага, блок. Наверное, суп надо хлебнуть. Хотя, может, сейчас и вино дать пить. Нет, лучше нам давать супом обойдемся уже. Тем более. Ой, нет, не живой. Можно подбирать все. Сейчас все равно заглянем к калвару. У него же все. И инвентарь разгрузим по-быстрому. Давайте волчару загасим здесь. Ястреба сбивать нечем. Луком мы пользуемся. Не умеем. Поэтому... Ага. Лег на помимо. А вот сейчас нормально душу. Захватил не ладно. Так, это точно тот волк или проверить надо. Да, отсюда. Все нормально. Ну, будет жить ястрем. Не сбить на него. Что, опять бак поймал с этим хриплым дыханием? Ну, что, сейчас любую дверь. Зайдем, должно помочь. Ну, ладно. Дверь, дверь, таверна, да? Да можно в таверну. После зайти вы... Воровать ничего не будем. Хотя... Подождите, а что зайти мы с соли купить? Деньги-то есть. Органер. И сюда. Питье для жаждущих, пища для голодных. О! Я и забыл, что он еще и алхимик. Вот на это я деньги и кормить не буду. Но вот это тоже... Тебя трудно не услышать. Тебя, пошли. Ну, приступил, сейчас, дай бог, снарягу. Снарягу убитых разбойников нам это компенсирует. Авар. Да хранят тебя боги в битву вдруг. Подождите, давайте утра дождемся. Ну, вот если не бежишь. Подвором. Ну и где он? Одиннадцати час. Если тебе нужно, что наобой поработать... Точильный к... Если у тебя есть сомнительный к... А те же реверсу для меня, а вот что-нибудь новое. Сейчас я попробую вам станет торговцем, поговорить еще о супе. А вот в кузне, вторых, может быть, все-таки разговоров... А-а-а, смотрите, можно брать. То есть автоматически происходит труба, если с Хадором берите... Железа или сталь. Доверь, что тебе топика нет. Ну, не отходите. Ушки с ним. Идет все, что доброму воину нужно. А для доброго воина нужно вот так. Ха, и денег нет. Ну, ничего. Вот так делаем все. Вот это лучше бы оставить. Все равно дешевое, но между тем... Смешно, тем единичка веса. Так, торговцы с коптем, пока не будем брать кредит. Принесем его потом автоматически. Не знаю, что тебе там говорили, но ривервудский торговец... Так, что есть? Это сокровище. Нет, зенитара обойдешься. Тут у меня все распродано, да. Ну, все, нечем им продавать. А значит, хотя подождите, а что вы смотрите? Равуцкий, крохотный, кого-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Нормуль. Угу. Вот так. Еще парочку камней имеется в запасе. Так. Теперь давайте, не отходя далеко от кассы, за сокровищем. Хижина мне в данном случае не очень нужна. Драконий в пределе, в принципе, все, кроме кровати есть, но кровать мне не очень нужна. Тогда будем качаться, и будут даже те 5% бонусов важны. И там мы просто от каверной комнаты снимем, если что. Так, теперь вспоминаем, где у нас тут икра рыбы. Ага, вот она, икра рыбы-убийца. На этом берегу. На том тоже есть, но туда мы чуть позже. Все, мы сейчас прямо говорим, деле не будем. Так, Морота Пенелла сюда. Отлично, камни. Отлично. На камень души. Замечательно, замечательно. Идут. Не тяжелый, но дорогой. Не, лучше, конечно, был зачарован на кузнечку там или на урон одноручного оружия что-нибудь. Кань шмотка, ну, чего нет, того нет. Так, факельную шахту мы идем с черного хода, чтобы сократить путь до камней. Раз мы со стороны ревер, мы найдем, то тут будем где-то обходить. Заодно вот это все полутаем. Вот он, фото ориентир. Вот эти две шелезооружные жилы. Одна, и внимание, вот вторая. Текарно, шейсик и лезо есть. В основном, ты корот, проблема. Спокойно, спокойно. К волкам потом заглянем. Да, мы нарушаем кб-скрипт, шахты, там типа диалоги, но это не важно. На самом-то деле, я считаю, яды постараемся тут поменьше использовать, тут нету, никогда не будет. В высокоуровневых противников у разбойника, не здесь мы сами спроницаем. Ой, не, вот два разбойника, это был перебор подряд. Хорошо, давай-ка так, это вылечим и оттягиваем на себя одного из разбойников. Ну, хотя бы, вот-вот-вот. Что с супом? Что? Мед. Собрать твои деньги. Они все разбойники. Ничего себе. Тогда. Ладно, ручку я не хочу использовать. Вот так. Пойдешь за мной. Ммм, все разбойники интересно. Для них тут, по-моему, предельный уровень. Наверное, это разбойник. Грабитель здесь, я вспомнил, не может быть или громил. Тут что-нибудь есть? Но... Порвусь. Понятно. Нельзя так. Было делать, я надеюсь, его опередить, но булава не меч одноручный, у него подольше замах. Что это было? Один есть. Медом упились, все нормально. Так. Не действует суп или нет? А, еще каменная подагра. Вот он где мой урон. Блин, нехорошо с подагрой на холодном оружии это играть. Вот, давайте с супами компенсировать. Смотрите, что с запасом сил происходит. Вот, по мере того, как он кончается, гляньте, как он начал расти. Хорошо. Ладно. Хорошо, что заточил булаву, по сути, мы остались на прежнем уровне урона. Кто-нибудь есть? Я есть. Ну ты уже как-то попросил, что урона у тебя большого нет. Так, разобрались с этими товарищами. Сейчас сначала, так сказать, сокровища, потом руду уже проведемся, поутаем. Еще камень душ, отлично. То, что он там маленький, обычный, мне все не очень интересно, чем говорят. Меня интересует либо крохотное, либо великие. Ну, черный, понятно. Все. Никаких других мне как-то и не нужно. Ну, вот так, да. Вот соль меня интересует очень. Здесь только в одном мешке, ну ладно, как есть. Так, еще сундук. Еще камушек, еще золото. Перец, вообще повторюсь, в ванильской риме, как сейчас, обожает. Ну, очень выгодно им лутать. Умел большое количество мелких контейнеров, типа урн и так далее. Потому что скатят от 1 до 10 монет дополнительно. И в сумме может набежать очень прилично за какое-нибудь там подземелье, там, в городской древней, где урн много. Тогда и денег у имперса много становится. Ну, ощутимый бонус идет. А если там 1-2 крутых, больших сундука в локации, то, извините, там, ну, марш, ну, до 10 монет сундука. И что? То есть, как бы, бонус совсем не тот, какой хотелось бы. Но с нежити нам справляться пока особо нечем, поэтому не лезем мы в какие-нибудь русские руины. Ах, какой все. Сейчас мне будет забегатался помолиться, потому что это, это болезнь, как-то она мне вообще не нравится. Ключик нам, пожалуй, не нужен. Вот так. Восновидение о том же финале. Абсолютно на продажу. Белянка. Не повезло с ингредиентом. Может еще повезет больше, по-моему, за спиной. Соль. Вот за это уже спасибо. Еще соль уже, спасибо. Мегалысот такое. На блокирование вроде, ну, килограмм веса. Еще соль. Вот она, где вся была. Ну и свиток продать. Камень отлично. 52 монеты, ну и камушек, ну и монет 25 бы стоил. 75 монет сундука, эквивалентно. Вполне себе, да, довольно. Так, руда. Раз. Два. Тут я добыл. Нет. Правильно, что я не стал. Три. Три. Что по весу. Если 60-го обещать. Надо будет просто расправдаться. Ничего страшного, это нормально. Это приятно. Нет. Ага. Где ты хочешь выбирать время, чтобы заблудить его дружище. Так, еще железно и у нас вот там. На втором ярусе еще одна будет железная. Готово. Готово. Так. Не забудь кошелек на подъем на мосту. Отдай. 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 Так, что у нас тут вино осталось? Ага, бочка еще. Что в бочке? Мука не нужна. Так. Так. Руда вроде вся. Камушки активируем. Обезвреживаем. Поскольку бежим в обратную планету, и не страшно нам. Так. Бандит последний. А какой сюрприз? Комри, чтоб тебе. Угу. Ну да, булавой голос. Нет, хотя ванна шестопером. В принципе, а тут именно такой подвиг булав. Именно шестопер, видите, с лезвием. Вполне себе можно было в этом разнести в куски. Ладно, будем честны. Так. Сейчас я зачищу вот этот проход к реверунду. Стандартно. Опять начал дышать. Секунду. Делаем так. Войти-выйти в любую локацию помогает. Да. А давайте, знаете что, я сейчас распродамся в реверуде и вайтране, а потом с реверуда продолжим в этом, так сказать, в этом маршрутом идти. Ну, поехали. Денег тысяча. Но, в принципе, все потратил. Зелень новой варить не стал. Ну, а так, распродался, слитки скупил. Остальные вайтране, деньги и кончились. Вовремя вспомнил, что лучше всего расторговаться мне уже не в реверуде, а именно у Адрианы. Винничек. Потому что у меня, то-первых, теперь есть. Торговый с противополонным полом. 10% цены, это не так и мало. Особенно в свете того, что мне деньги очень нужны. 10% там, 15% скидка. Двух перков красноречия. 10% от зенитара. Ух ты, тамарец. Живой еще. Странно. А, 4 уровень смешно. Ай, хотел только сказать, что мне не сбоняться от пары фатах, раз у нее такая тема величина. Ну, что, не получилось. Да, еще от светеющая армия посетил в экране. Так что теперь у меня с холодным оружием все в порядке. Боленья исцелилась. Между прочим, 7 минут урона. Понятно, надо плебать. Или что, мы набрали шахты, что еды какой-никакой, да? Вот так, сделаем, не хватит. А что я не делаю, а так с разбегом? Ай, не уклонился я так, ничего еще сделал так. Ну, с другой стороны, Полина утрекая броня качает. Давай-давай-давай. Ты где? Ты куда? Ага. Ну, вот. Кстати, у меня шлем опять появился скрыть. Такого, скорее, видите? Вот так-то лучше. Легко, к сожалению, броня вся. Ну, ладно, как есть. Так. Нет, подождите, волк, я что вообще сюда? Что за изумрудом вообще-то? А меня отвлекла эта дамочка. Обязательно к вам зайду, это сколько-то? Три, да, три крохотной души там. Это мне очень пригодится. Так. Отдай. Отлично. Ага, долки. Один? А почему только один? Слово, а где еще двое? То ли вас кто-то перебил, то ли еще что-то, я не понял момент. А никого нет. Да? Да. Ладно, двигаемся к камням. Получился это путь новичка наоборот. Ничего. О, видите, мой, как работать на репаун, хорошо. Не стоило сюда. Только что убивали. Мотался, называется, за реверрую, давай трам. Ладно, пакетной шахты, давай трам. Они уже тут как-то, заново оккупировали. Ну, че. Есть на ком качаться. И расслабляться особо нехожу. Удавим. Волки об кого-то убились, явно. Либо там была исполнится лисичка, и они могли за ней сломить. Там камни-хранители, раз. А тут я не помню, железорудная была или корунтовая, все-таки. Железо, да, подсветное. Сначала туда и туда. Давайте вот тут ближе. Три корунтовые живые интересуют нас с вами. Три. И вроде бы еще корус или паук. Паук. Но здорово. На 150 здоровье, что ли? Сейчас будет еще видеть 3 маны. Как только 4 он может кастануть крик. Ну. Ага. Пулем. А то он может нам ядовитую атаку провести. Это будет бой. Вот и она. И мы ее пропустили. И так. Таким послабее зима клебаем. Иначе они потеряют актуальность. Она сломит. Все, ладно. Ага, еще и душу уже. Но у меня... У меня... У меня... Заряженный в 4 раза дороже, чем пустой. Такого же размера. Но тем не менее. А кто у нас тут? Рыба? Кстати, рыбы тоже крохотные. И это чешуя рыбы. И чешуя тоже идет на вели. Сейчас... В сундуке. Я понимаю, что за респаунь снизу и возит. Но на дне я уже не буду их лутать ванну. А вот рыб убить. Это интересно. 3 или 2. Ну да. 2 души. Вот тут, кстати, может быть, можно третью захватить. Тут кролик или салута. Кролик, отлично. Ну-ну-ну, догоняем. Кролик, я заберу свою душу. Спасибо. Так, где-то... Вот. Они симметрично. Пусть у них сошелыми коробками. В принципе, зачем они сюда и пришли. И вон второе. А, так тут 2 кролика. Ну, 2 зверька. Вот догонять и заранее атаковать просто идеально. Получается, атакует с рыбкой. Отлично. Еще и 2 души забрали. Это тоже важно. Так, камню леди я хотел, да, сразу. Забытый мой мой в прошлый раз. И там, кстати, и железная жива. Тут кто? О, тут медведь, тролль. Потому что я был, по-моему, тролль, да? Нам это не очень интересно. Кстати, у камня леди рыбы тоже убийцы водятся. Ладно, пытки уже. Мне, когда мне какую-то локацию сказать. Ага, вон он тролль. Тролли нам совершенно пока не подвластен. Сможет так выразиться. Поэтому тихо мне наберем камень. Собираем там руду. О, вылезаем, кстати, на тот берег. Вот там тоже есть эта руда. Кстати, на затонувший сегодня мелкий сундук есть. Но стоит ли лезть? Вот. Сейчас надо с рыбками разобраться. Три, да? Три. Отлично. Конечно же, здесь яды использовать смысла нет. Мы, блюда, сюда пришли пополнять запас ингредиентов для ядов. Но никак не наоборот. Так, пока не думают. Своим поведением. И о том, что что-то у меня съесть так просто не удается. Наоборот, я бью больно. Плюс 25% форигена запаса сил и здоровья. Хорошая тема, особенно по началу. Руду. Спасибо. Дашь с рудой еще камушки попадает. Так что же еще деньги. Давай-давай-давай-давай-давай за мной. Ко мне. Отдай. Отлично. Три души моей. Отдай. Спасибо. Так, на полную высопилку делать нам там нечего. Вот там есть в углу, дано быть, одна или две рудные руды. Это не обливия. Мне жалко, когда в водении так атаковать не получится этого кролика. Я бы под его душу взял. Он нет. Вот, зато есть волчара. Значит, сначала волчара, потом руда. Давай-давай-давай. Еще душа. Отлично. Две железные, ну, какие есть. Отлично. Отлично. Так, тут где-то скелеты. Или скелеты дальше. Кладбище спасено. Ой-ой-ой-ой. Бойник. Тролль тут всех, конечно, натянет. Из-за лексикон. Ни-ни-ни. Не надо мне с грабителем связываться. С громилой. Это как? А, это прокинутый тролль. Который убервольф валяет. Ну, в общем, валяйте дальше. У меня тут шансов нет. Да и луки тут я не увидел достойного. Чтобы было за что сражаться. Или скелеты все-таки вот туда ближе. Непонятно. Охотник кого-то увидел. Охотник техни и лук. Выхватывать. А убегать отсюда подальше. Пока вернусь всех не развалил или трону. А-а-а. Ну, леса-да-лиса замачивал. Еще душа-лиса, эти шкупка. Рыбак, тебя и трогать не собирайся. Доворовать не волнуйся. Пчел собрать, но не буду. А, тем более, дождик не видать. А тут только глина, да? Что-то мне казалось, что тут корунь давай тоже есть. Ну, нет, нет. Ага, икра. Рыбы-убийца. Прелестно. Вер, Вольф. Не надо, я хочу с тремя волками здесь разобраться, в сундуках залутать и уйти дальше. Что-то на маршрут. Первый, второй. Что-то не было. Третий. Что захвачено? Отлично. Так, где их сундук? Есть. К колдуну мы не пойдем. К орудовой руду, да? Или просто стонус. Ну, ладно, что есть, то есть. Изменить не получится. Так, и мы приближаемся к поместью Озерном. Но. Или все-таки сходить по поводу развалить этого колдуна-некроманта. Суд еще действует. А, новичок. Я знаю, что он ученый. Тогда улег по все. Ну, еще и в том заклинании есть признанный меч. Ну, это понятно, что делаем на продажу. Не, оно ни к чему. Здесь монет. Учебник колдовства. Не, ни к чему. Просто на продажу. Уходим. Так, ведь около поместья Озерного есть... Где железо, две живые, я помню. А где-то есть еще на высоте. Тут я показал, что сомнезу. А где-то... Блин, там тролль... А, корундовая есть, которыми очень бы приходилось сейчас. Ну, не помню. Давайте думать. Высота. Наверное, где-то там, вряд ли. Скорее всего, что-то тут, мне кажется, где-то. Да, я понимаю, за мной там тролль. Эту, кстати, сразу зубы. И вперед. О! Отдай. Руда нужна. Так, вон, железо. Две живые забираю. Да, если нет, ягод, давай в нем. И надо сделать крюк за тремя оторудовыми живыми на высоте там от Хелгена. Заглянуть. Но, с тем, в закутке они надо правильно знать. Но, суть в том, что там они есть, и мне они нужны. А потом уже можно будет до Сосновой заставы идти. Так, дорога. Идем, как бы мы идем. Хелген. Новичковая эта дорога, первая самая. Кстати, вот еще железо я вижу. Да, это вверху светилища Талас, который мы лутали дохлого Талбата. А у тебя же стальная броня, которую мне пригодилось бы. А, ну ты грабитель. Ну, у тебя двемельский щит, у тебя лут. Ну, тут бандиты. Я сейчас начну разбираться, но лута агрится у тебя. Ты этого хочешь? Ну, пошли, хоть отойди. Ладно, ты не отстанешь. Я понял. Мы на яду набрали ингредиентов. Можем попробовать. с тобой разобраться. Ну, только немножко. Я один паралич потрачу. Сейчас, я по-моему, уже отклоняюсь от... Чтобы убежал леса. На шута, ну ладно. Так. Вот эта дорога. Куда-то нам... Да, вот в туманную эту область. Все, туманная это ориентирность. Стал грабитель. Ну, понятно, он согрелся. Я и в этом лагере бандиты. То есть, у меня нет желания драться под четверг. Ну, здравствуй, мои дорогие. Здравствуйте, дорогие залежи мои. Вы мне очень нужны. А еще в камушках драгоценных подкинули. Класс. Любой замечательный. Чего нет того? Сколько у меня есть? Есть 6. Вот так. Так, теперь сосновая застала. Это у нас знакомство. Северный хижин. Танец. Это мне... Не сказал бы, что интересно. Так, ну ты что, ты нет? А, нет, это... Это разбойник выживания. Ух ты, успел блок включить. Суп закончил свое действие, да? Я... Я под скрипт попал в него. Ай-яй-яй, ладно, предупрежден. Престанавливаю продолжу сейчас прямо с того же момента. Ну, вот плюс-минус там мои есть. Только что я залутал эту руду. Хм, ограбитель отстал. Ну, отстал так отстал. Вот она, мы идем на запад. К основе стали. Ладно, упали. Тамарис не обновляется. Так, что тут нету эти тоже. Ну, еще бы там бы обновлялся, чтобы был перебором на самом деле. Потому что одежда плюс зачарованная шмотка, это постоянно в основе, это был бы перебором. Слишком круто. Так что, просто проходим. Так, тут вот есть, по-моему, еще корень по зерцам, где корень нервные и крабы. Правда, непонятно, крабы как там. Живые-неживые, может, их тролли уже угомонил. Живые. Ух ты как! И недобитый. Большой недобитый. Шикарно. Он меня успел продамаживать. Еще кольцо в себе храню. Спел продамаживать. Проню подкачал тут чуть-чуть. За что его спасили? Ты кто? Вернее, вы уже кто. Так, это не проблема. А это разборник. Но они оба биты. И как бы не скрабы, а и пограли. Похоже. Нет, раз у меня дар пропустил, то уже не попадем ни под скрипт. Сто шесть, наконец-то по деньгам нормально начало что-то получаться. Появляться. Стрелы, кстати, у меня все поединочки продаются. Уже прекрасно, уже хорошо. Ну, правда, для этого надо продавать их Адриане, потом улетом занитары и даром его сет. Тогда уже стоит начинать. Так, нормально.